Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередная распаковка посылок из Китая. А если вы еще не подписаны на мой канал, то не забудьте это сделать. А также жмакните колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видеоролики. Ссылки на все товары сегодняшней распаковки находятся как всегда в описании к видеоролику. Ну и давайте начинать. Первый товар мне прислали на обзор ребята из Flydigy. Flydigy это китайский бренд, который занимается игровой периферией. А также это платформа и оборудование, которое создает стабильную и совершенную игровую экосферу. Flydigy нацелено на создание многоэкранной интерактивной развлекательной платформы, поддерживающей все игры. Прислали они мне геймпад Wasp 2. Контроллер Flydigy Wasp 2 позиционируется компанией Flydigy быстрым как оса, компактным устройством для мобильного гейминга. Геймпад отлично оптимизируем под управление одной рукой. Целевая игра, ради которой появляются подобного рода устройства, это мега популярная PUBG Mobile. Но ничто не мешает вам использовать геймпад в других играх. Гибко настраиваемое программное обеспечение Flydigy Game Center с фирменной технологией Flymapping и режимом работы геймпада FlashPlay, дает возможность настроить геймпад в любой игре. Будь то эмулятор ретро консоли или просто игра без встроенной поддержки геймпада. Итак, в комплекте у нас идет плотный твердый кейс на молнии для переноски девайса, внутри которого находится все необходимое. В отдельном кармашке находится немного макулатуры в виде гарантийного талона и инструкции на английском и китайском языках. USB Type-C кабель для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 280 мАч. Также в комплекте есть дополнительный сменный стик и металлический лепесток, который устанавливается на заднюю часть контроллера. Ну и рассмотрим сам контроллер. Внешне геймпад выглядит просто шикарно. Ощущаешь в руках добротный продукт, выполненный качественно и на совесть. На лицевой части геймпада расположены классические элементы управления, это стик, кнопки АБ и многофункциональная кнопка с логотипом, вокруг которой имеется подсветка. Такое расположение кнопок АБ подразумевает, что их нужно нажимать основанием большого пальца, не отрывая сам палец от стика. Концепция геймпада такова, пальцы одной руки игрока должны быть задействованы по максимуму. Сами кнопки АБ нажимаются мягко, ход короткий с мягким приглушенным кликом. Под самим стиком также есть кнопка, она срабатывает при нажатии на грибок стика сверху. Нажимается кнопка достаточно жестко. На торце геймпада расположены кнопки ЛБ и ЛТ. Кнопки нажимаются очень мягко, с механическим кликом. По ощущениям, кнопки больше всего напоминают кнопки мыши, никакого люфта нет. Часть задней поверхности контроллера покрыта приятной на ощупь черной вставкой с рифлением. На желтой части задней поверхности расположена защёлка для регулируемого держателя смартфона. При нажатии держатель выезжает до максимального положения. Максимальная ширина устанавливаемого смартфона составляет 86 мм. На нижней части девайса расположен механический выключатель геймпада и резиновая заглушка с USB-C разъёмом папа. Разъём задействован в схеме активации кеймаппинга на смартфоне. Но это нужно только для Android смартфонов. Так что если на вашем смартфоне ещё microUSB разъём, то вам придётся докупать переходник с Type-C на microUSB. Ссылочку на переходник я вам тоже оставлю. Также под заглушкой находится маморазъём для зарядки аккумулятора. Итак, для сопряжения геймпада с телефоном необходимо скачать и установить программу FlyDigi GameCenter. Можно воспользоваться QR-кодом из инструкции, либо найти и установить это приложение в PlayMarket или AppStore. Коннектится девайс с телефоном без проблем. Подключаем сначала через кабель, а затем он уже подключается через Bluetooth. Сложного в подключении ничего нет, нужно всего лишь следовать инструкции на экране телефона. Запускаем нашу игру прямо с приложения FlyDigi. Кстати, игру можно добавить любую. Я хоть не игроман, но тестировал этот девайс на игре PUBG Mobile. Сказать честно, очень понравилось, но на игры времени совсем нет. На других играх я тоже пробовал этот геймпад и всё отлично работает. Управление можно настроить через меню самого контроллера. Вызывается меню нажатием на кнопку с логотипом. Берёте значок с названием необходимой кнопки и просто перетаскиваете его в то место, где она должна нажиматься пальцем. Сохраняете и всё готово. Штука прикольная для любителей поиграть на телефоне, но вот цена в 3500 рублей это перебор. Я бы себе такую штуку не купил чисто для игрушек. В целом можно смело сказать, что FlyDigi Wasp 2 это отличный контроллер в том, что касается качества изготовления, компактности и эргономики. В процессе управления можно максимально эффективно задействовать пальцы одной руки и в ситуациях, где с обычным геймпадом одной рукой просто не управиться, тут это вполне достижимо. Вопрос долговечности не поднимаю, для этого нужно время. Много наверное я уже про него наговорил, поехали дальше. Это смарт-часы. Приходят в белой коробочке с минималистичным дизайном. В комплекте идёт небольшой мануал на английском и китайском языках. Также в первом отделении упаковки находится силиконовый ремешок и сами часы. Думаю, что многие знают, с чего слезали китайцы дизайн данного девайса. Дальше у нас идёт ещё два браслета. Один наверное более женский с розовыми вставками, сделан из плотной ткани и в качестве застёжки здесь применяется довольно крепкая липучка. А второй браслет металлический и в качестве застёжки здесь применяется мощный магнит. Также в комплект входит магнитная зарядка с двумя контактами. Ремешки устанавливаются очень легко. В принципе и со снятием проблем не возникает, но держатся они крепко, сами не вылетают. Часы пришли полностью разряжены. Очень понравилась как реализована здесь зарядка. Так как она магнитная, то вы даже случайным образом не перепутаете какой стороной её ставить. Магнит вам просто-напросто не даст установить зарядку другой стороной. Функции этих часов можно сказать стандартные, как у большинства недорогих смарт-часов. Сменные watch face, можно их менять как из меню, так и просто поворачивая колёсико, которое ещё к тому же и является кнопкой. Регулируемая подсветка дисплея и ещё сам дисплей сенсорный. Шагомер, измерение пульса, давление, кислорода в крови. Кстати, шаги, пульсы и давление показывают вроде бы точно, насчёт кислорода в крови ничего сказать не могу. Пробовал проводить измерения, когда часы не на руке и они отказываются что-то замерять, так что это не такой уж и шлаг, как многие привыкли видеть. Русского языка в меню нет, но русский язык есть в приложении, которое называется FitCloud Pro. Его можно скачать как для Android, так и для iOS, отсканировав QR-код из инструкции или прямо из меню часов. В приложении много функций, одной из которых является настройка уведомлений, приходящих на телефон. Да, часы показывают уведомления, приходящие на ваш телефон. Это очень удобно, чтобы не доставать телефон из кармана, например, когда руки у вас грязные. По поводу автономности могу сказать следующее. При не очень активном использовании аккумулятора должно хватить на неделю, а то и больше. Ну а при активном использовании тут все зависит от того, какими функциями вы будете пользоваться и сколько по времени. В общем, за 2000 рублей это, наверное, самый неплохой вариант смарт-часов. Все необходимые функции есть, плюс ко всему они подойдут как для мужчин, так и для женщин. Ссылку на эти часы, а также на продавца оставил вам в описании к этому видео. Ну и давайте продолжим. Микро-USB кабель. Брал его еще на распродаже 11.11. Нормальный недорогой кабель в очень стильной оплетке из термопластичного эластомера. Штокера сделаны качественно. Длина кабеля 1 метр. У продавца имеется в наличии несколько цветовых решений. Нагрузку чуть больше, чем 2 ампера, шнурок выдерживает, так что советую присмотреться к варианту такого USB-шника. Ну раз затронули тему гаджетов, то хочу показать вам мягкий силиконовый бампер на мой Honor 10. В начале видео вы его могли заметить на телефоне. Давненько я не менял на телефоне чехол, ведь со временем вот что с ними происходит. А когда-то он был такой же прозрачный. Это у меня оригинальный бампер, который шел в комплекте с телефоном. Новый практически ничем не отличается от старого. На телефон сел как родной, не слетает, в общем все отлично. А стоит и не так уж и дорого. Так что если кому-то надо тоже новый бампер, то ссылка сами знаете где. Прикупил недорогой ремень. Цена на момент монтажа видео порядка 150 рублей. Сделан ремень из нейлона, а застежка пластиковая, поэтому и цена такая небольшая. Застежка вроде пластиковая, но пластик хорошего качества сломаться не должен. Держится ремень в застегнутом состоянии крепко, то есть как я и говорил пластик хороший. Размер у всех ремней один, его длина составляет 125 сантиметров. У продавца имеется очень много вариантов расцветки таких ремней. Также есть и с металлической застежкой, но цена уже будет выше. Более 7 тысяч заказов и куча положительных отзывов на этот товар. Думаю, что если бы он был плохой, его бы не купило так много людей. Хочу показать вам очень интересный набор. Покупал два наборчика себе и маме. Это комплект столовых приборов 3 в 1. Ложка, вилка и палочки. Ложка конечно немного маловато, я привык есть большими ложками, но рис есть можно. А вот суп ей уже не похлебаешь. Пластик хорошего качества, все крепкое, разборное и помещается в небольшом футляре. Можно как на работу с собой брать, а можно и в дорогу, если часто куда-то путешествуете. Отличная штука, цена всего 100 рублей. А это совсем прям копеечная штучка. Это приспособа для нарезки огурцов. Всегда мечтал сделать что-то подобное с огурцом. На удивление штука оказалась рабочей, хоть и сделана из пластика. Огурец нарезать у меня получилось с первого раза и нигде ничего не оборвалось. Если вы хотите, чтобы ваш стол украшали огурцы, нарезанные таким способом, то рекомендую к покупке эту годноту. Ну и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ссылки на все товары ждут вас в описании к видеоролику. Не забудьте оценить это видео своим лайком и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. Ну а с вами был как всегда Иван, и это канал обзоров. До скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...